Когда я встретился с доктором, он прямо сказал мне, тебе срочно нужно худеть, иначе ты отправишься в могилу молодым. Так что регби определенно спасло мне жизнь. Но вы понимаете, как тяжело попасть в команду, когда ты весишь 170 килограмм или около того. Я был полон гнева и только-только свернул со скользкой дорожки, которая вела прямиком к фастфуду. Любую ситуацию я заедал. Случалось ли что-то в семье или просто так, от скуки. Я заметил, что мне тяжело нормально спать. Просыпался в тревоге от того, что не мог дышать, переворачивался. Тогда я был гиблым человеком, ведь не мог нормально спать, у меня начались боли в суставах и все такое. Поэтому я знал, что надо посетить врача. Доктор сказал мне прямо в лоб, тебе срочно нужно худеть, иначе ты отправишься в могилу молодым. Я решил, что должен сделать это не столько для себя, сколько для сына и жены. Я не хотел уйти из жизни рано, поэтому решил, что надо что-то делать. Регби определенно спасло меня жизнь. Вернуться в спорт было тяжело, потому что я был явно не в форме. Я много боролся до того, как выйти первый раз на поле. Сделать это помогла поддержка супруги. Она вдохновляла меня играть снова. Я стал чувствовать изменения. В первом предсезоне 2015-го я сбросил почти 20 килограммов. Я заметил, что могу поднимать тяжести и своего сына без постоянной боли в спине. Перестал бороться с завязыванием шнурков для обуви, потому что лучше дышал. Это был реально прогресс. Когда я вышел на поле за All Blacks, то подумал, мужик, это происходит на самом деле. Я пытался запечатлеть в памяти этот момент навсегда. Смотрел вверх и думал о своих бабушке и дедушке в таком смущении, что черный пустил слезу. Это выглядело не очень, но это был исключительный опыт спасения, который заставил меня сильно растрогаться. Уникальный момент в спорте. Сегодня мы увидим того парня, о котором столько говорили и писали. Он пришел из ниоткуда, а теперь гляньте на него номер 17. О, Господи. Я тогда вышел даже недостаточно разогретый, но чувство было классное, потому что я слышал фанов. Толпа поддерживала меня. Это было безумие. Как только я подошел, все меня поприветствовали, типа, а теперь ты один из All Blacks, добро пожаловать в клуб, Человек-скала. Я встал в схватку с этими крутыми парнями сзади меня, возле меня. Это дало мне такие силы, что добыть тот штрафной было несложно. Внезапно французская схватка едет назад. Ничего себе, что вы скажете на это? Киран обнял меня и прокричал, хорошая работа и все такое. Вот таким был мой первый выход на поле в черной ликбейке, которая для меня так много значит. Это большая честь. Честь представлять страну, в которой родился. Носить форму All Blacks значит быть великим регбистом. К этому определенно следует стремиться. Добро пожаловать в страну, чтобы это был Грейт Орблэк.